Собрать заявки научности. Третье – определить порядок выступлений. Четвертое – найти волонтера. Участники лидер команд защищают свои проекты перед чиновниками. В «Звездочку» приехали представители руководства Заречного и начальники департаментов. Им дети и рассказали о своих идеях и наработках. В этом году ребятам, отдыхающим во второй лидерской смене, предложили самим сделать свою жизнь в лагере яркой и разнообразной. Исходили из того, что требуется в лагере. То есть вот ребятам, например, хочется какое-то мероприятие провести – пожалуйста, можете сделать проект, организовать это мероприятие, только полностью берите все на себя. Вот было такое условие. Дети организовывали познавательные квесты, праздничные шоу-программы, провели фестиваль спортивных инструкторов. А еще они помогали педагогическому составу работать с младшими отрядами. У нас было очень много волонтеров-вожатых, потому что так сложилось, что у нас в младших отрядах не было вожатых, помощников вожатых. Ну вот захотели ребята из старших отрядов помочь воспитателям в организации досуга. Приходили, помогали и белье менять, косы плести, укладывать, рассказывать сказки. Итоги смены ребята отразили в проектах. К защите были представлены семь работ. Когда мы даем детям возможность проявить себя в свободной форме, сгенерировать идеи, то мы получаем настолько, может быть, неожиданные, но прекрасные идеи и проекты, что диву даешься. Казалось бы, это само собой разумеющееся, но до этого никто не мог додуматься. Гости отметили, что многие детские проекты можно реализовать в масштабах города. Ребята также предложили свои идеи по организации празднования 60-летия Заречного. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания Заречный.